Приветствую! В последние дни снова встал ребром вопрос о покупке отсрочки, о покупке брони. И вот давайте разберемся сейчас с этим вопросом, потому что уже многие люди пишут, что мол, а как же мне купить отсрочку, мол, куда заплатить, как это сделать? О чем идет речь? Речь идет о том, что в сети есть информация о том, что якобы в Верховной Раде обговаривается следующее предложение, что для предприятий разрешить возможность бронировать сотрудников при условии внесения ежемесячного взноса. И суммы фигурируют такие, для предприятий 20 тысяч гривен, а для ФОПов 40 тысяч гривен. И соответственно, человек, который будет вносить эти деньги, либо человек, за которого будет вносить предприятие эти деньги, он будет забронирован. И забронирован он будет до тех пор, пока предприятие вносит деньги. Слушайте, ну всерьез, мне даже это сложно говорить, потому что это такое вот, не знаю, ну это предложение прям супер. Мне сейчас, знаете, не хочется вот такими какими-то яркими терминами говорить, да, хочется смягчить эту ситуацию. Но это такое что-то похоже на то, что мы берем в аренду конкретного человека у государства, да. И вот если там условный Порошенко или там кто-то еще владелец завода считает, что вот этот человек ему нужен, то он платит государству там 20 тысяч в месяц для того, чтобы этот человек у него работал. И это все в 21 веке, ладно, слушайте, ну правда, это какое-то, я не знаю, что это, крепостное право, рабовладельческие уже строят. Куда мы переходим? Это реально, ну какая-то жесть. Да, для многих, конечно, многие скажут, слушай, ну что ты ржешь там сидишь? Это реальный шанс получить человеку отсрочку? Я согласен, что это шанс, безусловно, но вы знаете, вот все, как у нас делается в государстве, меня, ну вот, чего-то смущают вот эти все предложения. Плюс я бы, знаете, чуть-чуть бы хотелось в этом вопросе, чуть-чуть, всего лишь ровно на один месяц в истории назад откатиться. А что произошло? Произошло следующее, был законопроект 10.378. И если бы этот законопроект был принят, было бы ай-яй-яй. Причем ай-яй-яй было бы не только конкретным людям, которым бы там заблокировали карточки, счета, аресты, квартиры, машины и прочее. Ай-яй-яй, мне кажется, был бы другой даже. И именно из-за этого ай-яй-яя законопроект не прошел. Если мы вспомним, то сначала выступила Тимошенко против этого законопроекта, Порошенко потом выступил против, потом даже кто там, ой, забыл его фамилию, из бывших ОПЗЖ тоже выступили против. К чему я веду? Что объединяет этих всех людей? Этих всех людей объединяет то, что они крупные работодатели. У них есть предприятия, у них есть заводы производства, где работает много мужчин. И они понимали, что если будет принят законопроект 10.378, то можно к любому из них будет прийти. И придет некий недоброчестный представитель ТЦК и ЕСП, которого кто-то попросил, возможно, это сделать. Он придет к нему на предприятие и скажет, вот смотри, вот наказ про оповещение всех твоих мужчин. Они завтра все 100% должны быть в ТЦК и ЕСП. Ну а послезавтра они окажутся уже где-нибудь в учебном центре. И вот здесь мы видим прекрасную возможность давить на бизнес. И, конечно, до законопроекта 10.378 мы знаем, что делали в таких случаях работодатели. У кого-то работники заболевали срочно, у кого-то уходили в отпуск, на больничный, увольнялись и так далее. Потом эти работники быстренько появлялись на этом предприятии, но уже не в статусе работников, а в статусе ФОПа. А ФОПа ж ты не обязан уведомлять, оповещать о том, что его вызывают в ТЦК и ЕСП. Так вот, чтобы этого не было, был принят вот эта идея законопроекта 10.378. Потому что даже такого работника, который стал ФОПом, можно было через 10.378 догнать, заблокировав ему все, и ему деваться некуда было бы, пришел он в ТЦК и ЕСП. И вот мне кажется, именно по той причине, что законопроект давал большие возможности давления на бизнес, группы депутатов и отдельные депутаты, которые в принципе не очень дружат между собой, в этой ситуации объединились. К чему я это веду? К тому, что после того, как законопроект, стала понятна его история, что все, его не примут, он был отозван. И вот тут после этого появляются вот эти предложения. Это новые предложения. Напомню, что у нас еще не было ни одного законопроекта, ни одного предложения, где предлагалось бы предприятиям платить за своих работников. У нас, если вы помните, были законопроекты, где предлагалось человеку самому уплачивать в размере ЕСВ, в размере минимальной заработной платы и так далее, взносы на спецсчета, которые шли бы на поддержку ЗСУ, и человек бы получал возможность выехать и все такое. Но не было еще предложений платить предприятиям за своих работников. К чему я веду? К тому, что такое ощущение, что пытаются договориться. Пытаются договориться и, отбив законопроект 10.378, пытаются найти какие-то другие методы достижения интересов с учетом интересов обоих сторон. И государства, и вот тех депутатов, которые являются крупными работодателями. И вот договорятся или нет, договорятся, будет возможность выкупать работников. Не договорятся, не будет такой возможности. Но процессы, происходящие, конечно же, в каком-то смысле примечательны. Плохо, что мы с вами стали их участниками, но, тем не менее, маймо-то еще маймо. Конечно, говоря о этих суммах. Ну, представьте себе, в стране, где средняя зарплата на сегодняшний день у нас 17 тысяч гривен. А к 17 тысячам гривен надо прибавить еще и ЕСВ, ПДФО, ВИСКОВ и СБИР. И в итоге мы получаем, что нагрузка на фонд заработной платы, она же для работодателя не 17 тысяч, она побольше. Она будет там где-то у нас, ой, ну, чтобы точно сказать, ну, тысяч 30 получится, да, на вскидку точно не считал. И плюс к этому добавим еще 20 тысяч. И это значит, что, как минимум, каждый работник будет обходиться работодателю уже в 50 тысяч. А теперь вопрос, а для какого количества предприятий в стране это станет экономически оправданным? ФОПом 40 тысяч. А интересно, с какой процент ФОПов вообще зарабатывают у нас эти 40 тысяч? Особенно сейчас, особенно в современных условиях. И это снова мы приходим к чему, что ФОПы, которые мелкие, которые не являются там богатыми, состоятельными людьми, которые открыли кафешку какую-то маленькую, да, и сам там стоит, работает, открыл, не знаю, там, кофейню, открыл магазинчик какой-то и сам стоит там, работает, он просто физически не потянет этого всего. А если он это не потянет, то что он не сможет, соответственно, получить вот эту бронь, купить эту бронь. Предприятия. Какие предприятия смогут позволить себе платить дополнительно по 20 тысяч гривен на каждого работника? Мне кажется, что не все сферы, в принципе, не все сферы с учетом особенностей экономических процессов могут себе позволить такое. Только лишь отдельные сферы смогут позволить дополнительные расходы на работников. И в итоге что? В итоге мы имеем какие-то предложения, которые, знаете, как вот рождаются просто в воображении кого-то, без осмысления того, к чему это приведет. А к чему это приводит? Это приводит все к тому же, к разделению на богатых и бедных. Ты богатый, ты можешь оплатить, или за тебя предприятие может оплатить, значит все окей, ты имеешь отсрочку. Ты не богатый, ты не там крупный фоб, не можешь оплатить, ну все, значит не будет у тебя отсрочки. И в этом смысле введение таких имущественных цензов, ну мне кажется, все-таки не должно происходить в государстве, где задекларировано равенство прав людей. Не знаю, наверное, я понимаю, что не все сейчас меня поддержат, потому что кто-то видит для себя в этом, ну некое спасение. Но, друзья, подумайте над тем, ну объективно оцените эту идею, а объективно в ней заложена идея социального неравенства. И государство вот, да, ну если оно вдруг примет такое, оно по сути будет поощрять эту идею социального неравенства, социального дисбаланса. И те, кто выше в этой социальной системе, значит, ну они могут не идти на войну. Ну слушайте, а что-то новое, кстати, в этом, ничего нового нет. Просто это будет узаконено. И мне думается, что это неправильно. Давайте обсудим эту мысль. А я на этом свою, наверное, позицию заканчиваю излагать. Пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Пожелаю вам удачи.